Здравствуйте, Валерий Константинович, Надежда Мореева Тюмень. Я вам звонила из Тюмени. Сегодня очень хочется спросить абрикосики, что это со стволом, купили три года назад питомники Тюмени, вот не знаю, что мне с ними делать, что делать, я слышу, что, а у вас заказала косточки, очень хочу научиться правильно с ними обращаться, научиться привать, чтобы создать на участке такой же шикарный сад, как у вас. Так вот, милая надежда, гражданка Мореева, такой не получится. У меня климат более подходящий именно для абрикосов. У вас больше снега, вероятность выпривания больше, делать высокие холмы тоже ничего хорошего нет. А все годы холмы сгладят большую часть, они не будут выпривать уж совсем сильно. А на три года, а на четвертый год, раз, без снежья, оголиться, и что будем делать? Так вот, косточки, я ведь вас не отговорил, нет. Начнете, а вы же, мне понравились ваши волшебные слова, научиться прививать. Значит, начнете вы ни с королевского, ни с академика, им там без прививки делать нечего, у вас морозы каждый год 40 за 40. А именно с манчжурского абрикоса. Вот, а он все-таки с Дальнего Востока, там он не так выпривает, как в других местах мог бы выприть. Вот, значит, немножко, как-то он немножко, немножко адаптировался к вашим условиям, так? Вот, то есть, к этим, Дальнего Восточного. И что может получиться? Значит, сыновья манчжурства, сеянца амора, вот это ваши подвои. К ним уже 100% адаптированы те роскошные. Вот тогда, когда вы вырастите подвои, вы их собираетесь все спривать, будешь жив, у меня выпишите. Нет, тогда, значит, все-таки вам придется какое-то количество культурных посадить, чтобы вовремя с них взять. Вот он еще не успел замерзнуть, а вот с него раз черенок. Вот как Сергей сделал, когда пришла посылка с этого, с Крыма. Не успели умереть, уже раз черенок с него. Что с ним, что там, знаете, несколько тысяч выбросили, садовцы умерли. Хоть несколько этих фрагментов успели взять. Так и тут, значит, прежде чем культурный у вас, тут растет дикий такой, не дикий, мы говорим, что он не дикий, проверено. Вот тут же рядом культурный, с культурного срезали, оставили 5-6 почек, то, что отрезали, переносите на дикий. Вот этого у вас сейчас другого нету, иначе будет, как у вас будет, внимание, давайте смотреть. Сейчас я пойду, мне надо обязательно кипятка, иначе я сейчас кашу еще не прерыву. Ничего, с такими прерывами. Правильно. Продолжение следует... Так, идем дальше. Значит, вот она прислала фотографии того, что три года назад купила. Это уже, по-моему, пересаженная. Чем первый раз посадила, гнили, второй раз пересадили, но, как я вспоминаю, еще одно письмо, или вспоминаю телефонный разговор. Теперь нам спрашивают, еще раз пересадить, все-таки холма-то нет. Ну, сейчас давайте смотреть. Кстати, когда пересаживали, уже вот здесь надо было отрезать. Все равно, кора уже здесь гнила. Если еще чуть-чуть сок идет, то хватило бы на несколько почек. Вот такая обрезка, в таких случаях надо делать. С надеждой, что а вдруг... Вот, смотрите внимательно. Вам кажется, что уже пора брать топор, но, внимание, ну, теперь уж точно надо брать топор. И я посмотрел еще один снимок, стоит сюда. Что мне здесь не понравилось? Вот это вот, любимое занятие. Возможно, это было еще... Или ветки отсохли, вы их отрезали годом раньше, вот эти вот. Одна, вот одна и вторая, вот особенно верхняя, да? Отрезали. А может быть, вам продали уже вот так. Это у них болезнь такая, у этих. Они что делают? Им надо, когда... Понятно, что в тюмени абрикосы никто не выращивает. Вам лапши навешали, вы это сами признали, так? Я сейчас сказал, становитесь детективом. Но про детективы вы чуть позже. А сейчас я что хочу сказать. Всегда, когда вверху появляется вот такая рана, вот. Вот такая вот. Ниже начинается умирание коры. Ниже. Почему? Потому что здесь кровоток прекращается. Все. Ну и добавим сюда, наверное, все-таки выпривание. А саженец, наверное, как раз юга. Ну, наглость какая. В тюмени заявить, что вырастили на месте. И кажется, они вам еще красивое название для полностью. Чтобы лапши было больше, чтобы придумали красивое название. Только забыл какое. Вот. Я тогда с вами взялся за переписку. Можем показать на вебинаре. Сегодня. А пока коротко. Да, это не жизнеспособно. Весна покажет. Попробуйте вернуть деньги. То есть, потребовать деньги. Или хотя бы станьте детективами. Например, вы видели, что денег вам не видать. Например, запишите разговор очно. Или по телефону, по громкой связи. Вы, наверное, как заметили. Вот сейчас я разговаривал с Макаром. Вспомните, несколько телемостов. Интересный разговор. Вот последние были про мышей. Потом еще. Вот. Как они воровали косточки. А мы все думаем, куда? Почему они не взошли? Ах, железо такой сякой. А потом выясняется, что ямки есть, а кончик у них уже нет. И вот получается так. Значит, это очень легко делается сейчас. Молодежь, попросите. Вот. Звоните, говорите. Вы знаете, с апреля. Вы знаете, что это самое. Вот. Хотелось бы знать, если у вас они не сопривают. Может, я еще куплю. Я могу к вам приехать. Это я уже дальше инструктирую вас. То, что надо говорить по телефону. Я могу приехать к вам. Вот. Возьму с собой ведра, тазики. Пойдем и выкопаем прямо. Ну, чтобы они были посвежее. Потому что они какие-то у вас были заморыши. И послушайте ответ. Вот. На всякий случай можете начать с другого. Скажите, лучше начать с другого. Это, может быть, последний вопрос. Потому что после этого вопроса вы поймете, с кем дело имеете. А вначале так безобидно. У вас есть маточный сад. Значит, я бы черенком вас достал. Вот. Вы выращиваете прямо тут, в Тюмени. Вот. Ну, скорее всего, ответят, да. Вот. А на что привиты? Тут они поплывут 100%. Потому что они слов таких не знают. Вот. У вас же видели, как высажены. Вот. И так далее. Потом, после этого, когда узнаете про прививку. Вот. Можете сказать, а кто у вас садовод? Я хочу познакомиться. Поучите меня. Вот. Я тоже в Тюмени живу. Вот. Узнаете, что. Какие у них учителя. И, наконец, помните, закопать по прививку. Это кто сказал? Кто тогда сказал? Прошу, ребята, вспоминайте. Завкафедры. Закопайте по прививку. Господи. Что у нас за это? Наука такая. И вот получает последний вопрос. Хочу приехать, выкопать, выбрать, выкопать. И тогда, естественно, что тот, кто будет отвечать, 100% поплывет. А вы нам потом, мне переселите эту запись. А я уже всем расскажу. Ну, страна должна знать, что я герой. Вот. Это будет сладкое месть. Тем более, кто себе срегоновые деньги вернет. Даже не на 10. Вот. Сами виноваты. Скажут вам. Сами виноваты.